Природа охраны службы Гомельской области проводят комплекс профилактических мероприемств на кированы на продухеление заморных зъяв на водоемах. По коль официй назначенное снижение у зроиню кислороду зарегистровано только в Жлобинском районе. Но из-за великого снежного покрыва трапить на некоторые озера, чтобы взять пробу воды, просто немогчима. Наши корреспонденты доведались, как да помогче рыбе. Неколи на этом месте, каля везки Чкалова Гомельского района, был будавничий карьер. После закончения горы Спрасоке на 18 гектарах утворилось озеро, которое в народе называют Чарнецким. Миновата на этом водоеме природоохолной структуры вырешили провести для арендаторов озер показальные профилактические мероприемства по продухелении гибели рыбы. Зараз таушение льоду каля 30 сантиметров, что уже негативным чином отбивается на узровне кислороду в воде. При тем, что по коль рыбы тут шмат. От обычной красноперки, золотой, красный, белый карась, карп зеркальный, толстолобик, амур, щука, окунь, рыба вроде вся жива, здорова, но мы бы им помогаем в тяжелое время кислородного голодания выжить. Сегодня мониторингом ситуации на водоемах занимается несколько службов. Комитет природных ресурсов, товариство полевнических и рыболовов, арендаторы рыболовных угодов и коммунальники на объектах, которые находятся в населенных пунктах. Иншая справа, что за великого снежного покрова трапец на некоторые водоемы на машинах нельга. В связи с этим экологи спадяются на допомогу рыбаков и просят поведомлять у природоохолной структуры об заморных зъявах. Основными показателями предзаморных явлений является выход насекомых поверхности лунок, поверхности воды, а также сбор мальков вблизи лунок, вблизи майн. Это уже свидетельство о некоторых признаках заморных явлений. И, соответственно, получив такую информацию и подтвердив их лабораторными исследованиями, местные исполнительные и распределительные органы вправе принять соответствующее решение как по проведению мероприятий в точке заморов, так и по принятию решений с целью снятия нормы вылова. Вырытывать рыбу можно несколькими способами, которые демонструются подчас показальных профилактических мероприемств. Апробацию гэтые методы проходили не однойче и уже доказали свою эффективность. Сярод наибольшь распаусюдженных и доступных, особенно на озерах, включающие арендованные водоемы, аэрация воды, плюс очистка водоему от снега, створение полонок и их укрыть все теплоизоляционным материалом на кшталт соломы и камышу. Гэта дозволяя воде не замерзать больше протяглых час и таким чином насыщаться кислородом. Не допустить на обычных ситуациях захавать воду якосной, тем больше важно, что с надыходом теплых ден арендаторы и Белорусское товариство поляуничих и рыболовов почнуть зарыбление. За поздние два года на Гомельщине мясовая организационная структура товариства выпустила у водоемы 12 тонн рыбы. Все лето гэтая работа обовязково протягнется. В этом году мы планируем зарыбить тоже как минимум три водоема. В Гомельской области мы сейчас определяемся с водоемами фонда запаса и необходимая потребность там рыбы. Потому что для того, чтобы выпустить рыбу, это не просто привезли и выпустили. Это надо провести определенные мероприятия, провести документальное оформление этих мероприятий, сделать биологоэкономическое обоснование этого водоема для того, чтобы в первую очередь не нанести урон этому водоему. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, Телерадо, компания Гомель.